Давайте посмотрим, что кто сделал. Здрасте. Будем смотреть, что присылали. Ура каникулы мы уже разобрали, по-моему. Так, Хамелеон. Ленина программа. Давайте посмотрим Ленину программу. Сперва. Это первая Ленина программа. Наверное, это та, которую мы еще в прошлый раз смотрели. Да, это та. Смотрим дальше. Вот, Леня прислал. Уже длиннющая программа. Смотрите, какая длинная. Я все гортаю, гортаю, гортаю. Она большая. У нее много всего. Смотрим, как работает. Земля, Солнце, Земля. Начинает, ну, как бы, вращаться вокруг Солнца. Ну, в принципе, можно, как бы, накладывать Землю на Солнце. Это если такой, как бы, вид, знаете, если сзади Земли смотреть, то будете видеть и Землю, и Солнце, и Земля будет перед вами, а Солнце еще дальше там, ну, тоже перед вами. И выглядит это вот так вот, как будто Земля накладывается на Солнце. Это если мы стоим где-то, ну, находимся где-то здесь и смотрим вот так вот туда. Другое дело, что тогда вот здесь вот, пока Земля крутится, она накладывается на Солнце, а когда она там, ну, оборот делает, вот Земля крутится вокруг Солнца, когда она вот так прокручивается, она должна прятаться за Солнце, потому что она уже с обратной стороны за Солнце. Первым перед нами Солнце, а потом за ним Земля. Тогда, получается, надо, чтобы вот здесь она спряталась, а потом в какой-то момент снова появилась, потому что она снова с обратной стороны Солнца перед нами становится. Понимаете, как надо? Чтобы было. Давайте запустим еще раз посмотрим. Земля, вот тут она должна спрятаться за Солнцем, а потом появиться. Ну, это, в общем, такая же проблема сейчас, как и была у Ильи Пикалова. Он хотел, чтобы Солнышко садилось, ну, там, за полянку такую, а на самом деле получалось, что оно накладывалось на поляну. Илья, подскажи, как надо сделать так, чтобы вот именно Солнце было спереди, а Земля была сзади? Ну, нужно сделать так, чтобы Солнце каждый раз перерисовывалось заново. И не просто перерисовывалось, надо, чтобы сначала рисовалась Земля, а после Земли рисовалось Солнце. И тогда вот этот желтый круг, он будет прятать Землю. Если Земля не полностью за ним, то останется только кусочек какой-то Земли. А если Земля была здесь нарисована, потом, когда перерисуется заново Солнце, желтая, ну, то все, Солнце плыет уже, ну, спереди и спрячет Землю. Короче, мы еще по этому поговорим. Смотрите, что я хотел бы сказать сразу. Леня, конечно, молодец. Тут нужно написать столько строчек. Всего вот здесь вот 279 строк написано. И то я не знаю, на последней ли я строке стою. Вот курсор стоит здесь, вот курсор стоит здесь. Вот написано, что вот последняя, вот эта строка, Н с точкой. Она строка номер 280. Ну, это много. И мне кажется, что тут можно было какой-то цикл организовать. Посмотрите, здесь никакого цикла нету сейчас. Так? Здесь просто очень много команд. И эти много команд, они отключают Землю, ну, перерисовывают ее белой, заново рисуют в другом месте. Ну, и получается, что вот шаг за шагом мы все перерисовываем, все заново стираем, все перерисовываем, заново стираем. Получилась такая вот здоровущая программа. Я потому вас и хочу, чтобы вы вот и пробовали что-то, пробовали делать работу с циклами и так далее. Вот все эти программки, которые сделал там, допустим, Ярик, или которые мы вот дописывали, делал Миша, там везде есть цикл. Если бы этого цикла не делать повторюшку 50 раз, то получилось бы очень большое количество строчек. Их всех надо было бы копировать строчка за строчкой. Ну, понимаете, про что я говорю? Вот давайте возьмем, допустим, хамелеон. Вот здесь есть цикл повторюшка. Этот цикл повторюшка, который вот здесь написан, он повторяет в данном случае 50 раз вот то, что внутри цикла находится. Если бы цикла не было, то тогда, чтобы сделать то же самое, чтобы хамелеон менял цвета, но без цикла, надо было бы тогда, вот я просто сейчас попробую показать, 50 раз повторить вот эти вот команды, те, которые внутри цикла были. Вот, чтобы было так, потом еще раз 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 так. И так 50 раз. Ну, конечно, если так делать, то количество строчек у нас в программе будет много. Пока я вовсе не 50 раз повторил, а раз 6 или 7, и у нас получается уже 70 строчек. Ну, а если 50 повторю, то будет там 500 строчек. Ну, если попробовать выполнить, смотрите, вот он меняет свой цвет. Ну, какое-то количество раз, столько, сколько я скопировал там в программе. А потом он остановится. Все, вот он остановился. Какое-то количество раз поменял и остановился. Потому что срабатывало вот сначала вот этот набор команд, потом вот этот набор команд. Он менял свой цвет на случайный новый выбранный, потом на случайный новый выбранный, потом на случайный новый выбранный. Ну, и в какой-то момент последний раз поменял цвет и остановился. Цикл, чем хорош? Тем, что вы там чуть-чуть добавили строчек for и, или там for повторюшка от единицы до 50. Все, у вас уже все это будет 50 раз повторить. И места занимает мало. Вот это все можно стереть. А вот здесь вот сверху написать, вот это for повторюшка. Так что цикл – это крутое дело. А если захотим, мы вообще напишем for повторюшка от единицы до 10 тысяч. Он будет повторять 10 тысяч раз. Так копировать вот раз за разом 10 тысяч раз. Ну, это будет сложно. И программа получается здоровущая, если бы я решил повторить 10 тысяч раз вот этот код. Циклы для этого и нужны. Так, давайте пока мы это закроем. Вот это длиннющая программа. Вот я просто хочу сказать, что нам надо будет попозже разобраться с тем, как эту программу укоротить. А чтобы ее укоротить, тут только одно возможно. Циклы ввести, чтобы там что-то, что повторяется в цикле делалось. Ну, и чтобы, наверное, переменные какие-то были. Ну, постепенно будем двигаться. В общем, Леня молодец, что это сделал. Ну, тут моя задача уже как-то объяснить вам, как это делать еще грамотнее. Окей. Хорошо. Смотрим дальше, что у нас еще есть. Ярик что-то написал. Ну, смотрим. Да, это исполнитель черчежник. Смотрите. Помните, мы писали uses, вот это вот, графа bc, и есть еще drawman. Вот этот drawman, это чертежник, и мы вообще когда-то давно, весной, с этого чертежника и начинали. А сейчас мы переключились на графа bc. Вот эти вот команды, font, color, circle, textout и так далее, это все отсюда, из графа bc. Когда мы подключаем этот граф по bc, вот пишем uses графа bc, то теперь можно рисовать круги, можно шрифтом что-то там делать и так далее. А когда мы чертежник пользовались, там есть другое. Вот, допустим, field. Это команда отсюда, из чертежника, из drawman. Если кто-то это подзабыл, он может посмотреть самые первые уроки там на ютубе. Когда мы пишем field 30 на 15, у нас создается как раз вот это поле, у которого 30 клеточек вот так и 15 клеточек вот так. Это написано исполнитель черчежник. Drawman по-английски это и есть чертежник. Вот, это первая команда оттуда. А потом мы, получается, разбавили чертежника с рисователем вот из модуля графа bc. Получается, на этом поле, где обычно можно, ну, такие линии чертить, мы можем рисовать и окружности, и текст печатать, и все, что хотите. Видите, нажимаем на клавишу пуск, вот у нас нарисовалась окружность круг, и вот даже разными цветами рисуется zzzender. А это уже рисуется самим чертежником линии. Вот, где они? Two point, pen down, two point. Короче, опять же, если кто-то забыл, то можно посмотреть первые эти уроки. В общем, интересно, что здесь. Ярик молодец, мне понравилось. Интересно то, что он попробовал скомбинировать, попробовал соединить то, что было раньше у чертежника. Ну, вот это поле само создал, вот эти вот линии, которые он нарисовал. Он соединил это с тем, что мы сейчас проходим. С вот рисованием разного цвета, с окружностями и так далее. Получается, интересно, здесь можно всего сделать. У нас уже теперь много команд, которыми мы можем, ну, пользоваться. И two point, и pen down, и все остальное. Правильно? Окей. Вот я и говорю, что супер, совместил чертежника с рисованием. Мне это понравилось. Так, а это Миша прислал. Вот, кажется, маленькая программулька, вообще, кажется, маленькая. Она еще меньше, чем вот этот ZZZZender, который сделал Ярик. И намного, намного меньше, чем та программка, которую прислал Леня. Вот она. Но уже можно посмотреть, сколько она всего делает. Во-первых, цикл сделан большое количество раз. 999, даже 9 миллионов, 999 тысяч, 999 раз крутится. Короче, мы и не дождемся, по факту, пока он отработает до самого конца. Здесь выбирается случайный цвет, цветик, ну, и два рандомных значения, два случайных значения. Эти два случайных значения будут центрами вот этой окружности, которая у нас будет рисоваться. Давайте посмотрим. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Появляются вот со всех сторон и большие, и маленькие окружности. Всякие. Ну, интересно довольно, на мой взгляд. И это будет продолжаться долго-долго. Окружности разных цветов, разных размеров по всему экрану в случайном месте появляются. Вот это пример того, как можно пользоваться случайными числами. Вполне себе такая, ну, интересная заставочка. Ну, и для такой маленькой программульки вот такой эффект, который так долго работает, ну, это на самом деле круто. Вот, мой взгляд. Правильно? Хорошо. Так. Ну, мы, короче, посмотрим немножко эту программку еще, что она делает. Ну, вот, в общем, она мне понравилась. Хотя тут есть определенные моменты. Как бы ее еще укоротить, она будет еще меньше и будет делать все то же самое. То есть, ну, это вообще супер. Написать несколько строчек, и эти несколько строчек делают вот, ну, чудеса такие. Так, что еще у нас есть? Вот Илья Пикалов. Так. Тоже, кажется, небольшая программка. Тоже есть у нас цикл. Конечно, если захотим, мы можем и больше сделать количество раз этот цикл. Ну, давайте посмотрим, что она делает. Бац. Солнце садится ниже, ниже, ниже. Так. И вот оно садится туда, за горизонт. Вот, и исчезло. Так. Ну, видно, там было что-то, что он рисуется. Ну, получается, солнце один раз село, так? Лишние разы оно просто не перерисовывается, как я вижу. Ну, неплохо было бы, если бы оно, вот, допустим, вставало, поднималось, садилось. А потом через какое-то время, ночь. И даже, кстати, можно перекрасить этот белый фон в темный фон, там, в голубой фон, ну, в светлый фон. Вот, смотрите, когда солнце здесь высоко, можно сделать, чтобы здесь было светло или голубой фон. А когда оно туда садится и уходит, в черный, допустим, фон, вот тогда получится такая анимация. Вот отсюда встает, вот сюда садится. Илья, слышишь меня? Да. Ну, если ты сможешь вот до следующего занятия подумать о том, как разнообразить, не сверху вниз, чтобы солнце шло, а чтобы у него было какое-то движение вот так вот. И чтобы вот оно отсюда появлялось, а сюда заходило. И чтобы в этот момент вот этот вот фон перекрашивался в другие цвета. Получится еще более крутая анимация. Хотя я не скажу, что это легко. Если у тебя это не будет получаться, ну, не будет получаться, значит, ничего страшного, в общем. Мы это дело разберем здесь, на уроке. Но если сможешь это сделать, ну, я тебе хочу сказать, что действительно уже начинаешь приобретать вот такие вот навыки, ну, знания такие, программирование хорошее. Если надо будет, можешь мне позвонить. Вот я тебе такое задание даю. Не получится, не переживай. Так. Ну, здесь интересно в этой программе, если сейчас посмотреть, что у него рисуется не просто какой-то круг в определенном месте, допустим, 600-200. А у него здесь написано 600-200 плюс b. А b это одна из переменных. Вот. b сначала равно нулю, а потом b равно b плюс 50. Старое значение b увеличенное на 50. Оно становится 50, 100, 150, 200 и так далее. И постоянно получается, рисуется уже в новом месте, потому что b меняется. Было сначала 200 плюс 0 в точке 200 по у, потом 200 плюс 50, то есть в точке 250, потом в точке 200 плюс 100, то есть 300 и так далее. Я немножко вот про это рассказывал в тех же, опять же, первых уроках по чертежнику, как вот можно вот так вот интересно с переменными рисовать. Сейчас пока это рассказывать не хочу, то есть пояснять. Может быть, не все поймут вот это вот, ну, что переменную он завел, что она у него меняется вот здесь вот. И что получается всякий раз в новом месте из-за этой переменной у нас рисуется круг. Вот. Он в новом месте рисуется. Немножко ниже, вот по 50 пикселов он опускается. К этому мы придем немножко позже. Ну, Илья молодец. Мне это понравилось. Закат плавный. У тебя еще закат плавный есть. Это у Ярика. Б плюс 5. То есть ты делаешь не плюс 50 резкие движения, а Б плюс 5. Но он сильно быстрый, этот закат. Надо сделать уже тогда, чтобы вот оно не мерцало и так быстро исчезло, что не успели посмотреть. А чтобы помедленнее это все дело шло. Чтобы помедленнее шло, что мы должны изменить здесь? Что надо добавить? Он по единичке прибавлялся. 50 раз, получается, прокрутился. Б увеличилось на 50. И получается, что круг перерисовывался в новом месте. И только он дорисовался до самого большого значения Б, которое стало 50. Понимаете? То есть не сильно он много в пикселах и прошел. Он прошел от точки 200 плюс 0 до точки 200 плюс там вообще 49, наверное. Ну, тогда можно круг больше. Цикл сделать больше. Давайте посмотрим. Тимофей. Да? А у меня почему-то, когда я поставил 5, у меня найдет, как у вас сейчас. Так же идет. Только у меня она доходит до зеленого и пропадает? Ну, я думаю, тут по-разному у нас, может быть, скорости наших компьютеров. Иногда компьютер послабее, у него это медленнее рисуется. Иногда компьютер посильнее, у него быстро это отрисовывается. Посмотрите, еще раз. Я поставил назад плюс 5. Запускаю. Исчез. Ну, то есть вот довольно быстро так прошло и исчезло. Тут все-таки надо было по-другому делать. Не вот эту пятерочку увеличивать, ну, или уменьшать до единицы, там вот. А задержку делать. Тут нету сейчас слип команды. Смотрите. Я должна написать слип и какую-то маленькую задержку. Ее можно подобрать так, чтобы довольно аккуратно все смотрелось. Давайте я что-то запущу. А, некрасиво, да? Мигает. Мигает. У кого есть какие мысли? Так, что у него перерисовывается? Перерисовывается белый фон. Этот белый фон все это дело стирает. В общем, мы это дело разберем. Тут еще есть такое дело, что когда мы очень много рисуем и в анимации пытаемся, ну, передвигать изображение из одного места в другое место, ну, чтобы что-то там появлялось. Очень часто видно на компьютерах, как оно мигает, как вот мерцает изображение, как как-то вот некрасиво вот так вот происходит. Я наперед просто скажу, что вот тогда, когда надо такое нарисовать, на самом деле это рисует не сразу на экране. Вот смотрите, когда я выполняю, оно вот здесь вот рисуется все. И пока оно рисуется, оно мигает. А рисует на самом деле в памяти. То есть вот у нас изображение. Рисуют программисты так, что изображение уже новая картинка получается, но пока еще не отображается на экране. Они просто придумывают эту новую картинку. То есть вот у нас, представьте, что вот здесь должно быть солнце. Где-то в памяти, где-то так у себя, там, внутри, компьютер рисует изображение с солнцем. Но он пока это дело никому не показывает. А потом в одно мгновение, бац, и подключается та картинка, которую он там у себя в памяти нарисовал. То есть вот эта картинка меняется на ту. И резко из ниоткуда появляется вот это солнце. Потом это солнце рисуется там же в памяти, чуть-чуть ниже. Но пока висит вот эта картинка. И потом, бац, появляется это солнце чуть-чуть ниже. В общем, я про это немножко расскажу вам чуть-чуть позже. Но пока мы еще немножко до этого не дошли. Таким образом можно будет убрать мерцание. Ну и больше прочувствовать, как именно настоящие игры рисуются. Ну в смысле, вот как пишутся. Потому что в настоящих играх такого нету. Ну, сильного мерцания и так далее. Там немножечко дополнительные команды оставляются. Ну вообще сейчас. Ну для начала. Это хорошо. То, что сделано. Так, тут какая-то запись экрана. Но я думаю, что сейчас я скачивать эту запись и потом показывать эту анимацию и не буду. Мы это потом позже сами сможем посмотреть. Там ничего не открывается. Ну, в общем, позже, после занятия, каждый сможет посмотреть, что Ярик хотел показать. Я пока просто пробежался по вашим программам, так. Ну, то есть молодцы все, кто тут сделали. Ну, там сейчас каникулы и не все смогли сегодня присутствовать. Так, я не знаю, что у Егора Жилинского произошло. Он вроде как хочет общаться с нами. Сегодня что-то вот не присутствует. Серафим уехал к бабушке. Так. Сейчас мы еще внимательнее пробежимся по вашим этим самым программкам. Ну, я сделаю какие-то определенные выводы. Вопрос сейчас пока другой. Наперед. На следующей неделе мы позанимаемся еще или нет? Я согласен. Ну, если вы не уезжаете куда-то. Просто ради одного, допустим, человека не хочется, ну, как бы, все проводить. А так, если у вас будет несколько... Я буду есть. Ну, давайте сделаем, допустим, просто чтобы у вас немножко времени было. Только в среду. Ну, давайте в среду. Вот, получается, в среду и потом, как всегда, в воскресенье. Только просто дополнительные занятия сделаем, так. А до среды, ну, надо будет что-то попробовать сделать. Нет, в среду мы заняты. А в среду во сколько? Ну, вечером, например. Просто у меня тренировка может качаться, но по-другому. Ну, там договоримся, в Вайбере или здесь, как оно будет. Я просто так, подворительно говорю о том, что сейчас время есть. Ну, не завтра, допустим, так послезавтра, во вторник. Вы подумаете что-нибудь еще, что поделаете. Ну, и тогда в среду проведем еще одно дополнительное занятие. Хорошо. Что? А как можно выбрать, ну, вот, как вот у меня вот эти вот круги разные. А как вот можно случайно, рандомно выбрать фигуру? А, фигуру еще ты хочешь выбирать. Или круг, или квадрат, там, ну, в смысле, прямой угольник, допустим, да? Хорошо. Ну, давайте вот сегодня тогда поиграемся на Мишиной программе. Раз он вопросы задает, и это самое, все равно, ну, о чем-то поговорить надо. Вот будем говорить, значит, о его программе. А вы пока просто смекаете, как, что это вообще делается. Давайте еще раз, короче, посмотрим эту программу. Вот у нас есть цикл повторюшка. Этот цикл здесь рисует круги. Вот основной такой рисовательный элемент, такая команда, да? Это вот эта вот команда. И вот эта команда FluteFill, она перекрашивает этот круг случайно цветом. Ну, и потом задержка какая-то есть. И когда новый цикл проходит, уже повторюшка равна двоечке, а потом повторюшка равна троечке, у нас снова выбирается случайное число, и круг с такими случайными координатами рисуется. Случайного размера. Ну, и опять перекрашивается случайный цвет. Посмотрим еще раз, как она работает. Вот она бац-бац-бац-бац-бац-бац-бац. Разные круги разных размеров в разных местах делаются. Первое, на что хочу обратить внимание, что программа уже получилась довольно маленькой, а делает довольно много всего. То есть это хорошо. Но вообще программисты, вот настоящие такие опытные, они стараются сделать вообще настолько, насколько можно меньше программу, и так, чтобы она как можно больше всего делала. То есть Миша уже довольно близок, получается, к настоящему программисту, который делает такие эффективные, говорят, программы. Ну, то есть поменьше строчек и побольше дела по итогу. Ну, я уже ему писал в чат, для чего тебе надо, дальше идет, называется такой процесс оптимизация. Оптимизация кода. Ну, так умная фраза. Вот эта оптимизация кода означает, что мы выбрасываем из кода все то, что в нем действительно не нужно. И заменяем, может быть, одни команды на какие-то другие команды, которые делают то же самое, но которые требуют меньше строчек кода. То есть в процессе оптимизации мы, может, добиваемся того, что наша программка вообще коротенькая становится, или что она памяти мало ест, или что она работает быстрее. То есть в зависимости от того, что мы хотим оптимизировать. Оптимизировать – это значит улучшить. Ну, надо сказать, что она довольно оптимальна, уже эта программа, то есть довольно хороша. Но смотрите, я сейчас отключу вот эту команду. Светик. Бац-бац. Отключил. Она, когда зелененькая, она не работает. Выполняет. Программа как работала, так и работает. То есть та команда на самом деле не нужна была. И причем круги, смотрите, они и разных размеров, и в случайных местах, и разного цвета. С одной стороны, вроде как, вот тут он хотел случайный цвет выбрать, так, но я же вот сейчас запускаю, эта команда отключена, она не работает, а круги рисуется разных цветов, случайных цветов. Кто пояснит, почему круги, вот сейчас, когда я отключил эту команду, рисуется все равно случайных цветов, случайными цветами? Тимофей, мне не отвечать? Ну, давай других попробуем, насколько они понимают, а потом ты сам ответишь, если что. Если никто не ответит. Ну, давайте, подумайте, Ярик или Илья. Вот смотритесь в эту программу, я хочу вот так разбирать это все, и потихоньку мы будем идти дальше, и дальше, и дальше, вы будете очень много понимать того, ну, что там творится внутри этого компьютера, как эти программы пишутся на самом деле. Смотрите, изначально думалось, Миша. Потому что флотфил есть. Да. Ну, продолжай, Ярик. Ну, и флотфил, получается, закрашивают рандомно эти, ну, круги. Да, а где, а где здесь цвет рандомный в этом флотфиле? Ну, тут из одной перемены должно быть. Ну, вот тот цвет. Вот, я про что хочу сказать. Смотри, Миша здесь вроде как хотел настроиться изначально на какой-то случайный цвет, но по факту получается, смотрите, когда рисуется окружность, она каким цветом рисуется? Вот, Ярик, ты понимаешь, каким цветом, вот когда эта команда отрабатывает, рисуется окружность? Ну, ну, любым. Нет, не любым. Каким цветом рисуется вот тут окружность? Ну, круг вообще, вот центр, внутренность этого круга, она каким цветом здесь получится? Ну, смотрите, если я хочу, чтобы окружность сразу рисовалась и рисовалась зелёным цветом, что мне для этого надо сделать? Ну, чтобы круг рисовался, зелёный круг такой, что надо сделать? Надо кисть сделать зелёным. Да, надо кисть сделать зелёным. А ручка или перо, они по умолчанию чёрные, а кисть по умолчанию какая? Не знаю. Нет, кисть белая по умолчанию. Здесь где-нибудь кисть перенастраивается? Как кисть по-английски? Brush. Brush. Вот здесь где-нибудь в этой программе вы brush видите, что brush color равняется чему-то. Здесь это есть? Нету. Нету. Это значит, что круги рисуются каким цветом? Floodfill, то есть случайно. Не, ну, конечно. Floodfill, да. Но я спрашиваю сейчас не про Floodfill, а вот про эту команду. Когда срабатывает вот эта команда, каким цветом срабатывает этот, когда рисуется круг? Белым. 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 А потом уже внутри этого круга по той же самой точке центр, вот этот центр круга, вот здесь Floodfill с этой точки начинает и перерисовывает этот круг вот этим случайным цветом. Вот это выбирается случайным цветом. То есть получается, сначала круг рисуется беленьким, а потом внутри этого круга берется центральная точка, и начиная с нее этот круг перекрашивается. То есть получается, тут рисуется круг, но он закрашивается этой командой Circle автоматически цветом по умолчанию, который является белым. Ну, так настроена программа. Если вы про brush ничего не сказали, то этот brush будет белым цветом. И вот когда рисуется этот круг, он рисуется белым. А потом Floodfill уже поверху, поверху белого цвета, только что нарисовано, он рисует каким-то случайным цветом. Вот здесь. Смотрите, можно проверить, что оно так. Вот я выполняю. Вот они, белые круги. Вот они рисуются. И видно, когда они залазят на какие-то другие, они их перерисовывают. То есть круг новый рисуется и закрашивается его содержимое беленьким цветиком. Потому что я сейчас закомментировал Floodfill. Как только я Floodfill назад возвращаю, то начинает после белого круга рисоваться еще вот это. Ну, то есть круг уже заливается. Вот. Он рисуется сначала белым, а потом тут же, сразу же, он в какой-то случайный цвет перекрашивается. Но по факту получается, что я говорю сейчас с вами об оптимизации. То есть об улучшении программы. Так, чтобы компьютер меньше напрягался, чтобы он больше мог всего сделать за одну секунду. Тогда его надо меньше нагружать, если мы хотим, чтобы он меньше напрягался. Вот процесс оптимизации – это поменьше напрягать компьютер. Смотрите, вот тут красится круг белым цветом. И тут красится круг, но, правда, уже не белым, а каким-то случайным. С точки зрения компьютера, его надо и белым цветом поработать, чтобы закрасить. И цветным цветом поработать, чтобы закрасить. То есть он и тут работает, но беленьким красит по умолчанию. И тут работает, красит это дело каким-то вот случайным цветом. Он красит эту окружность два раза. Тут и тут. Это понятно? Да. И чтобы компьютер-программа работала лучше, чтобы она требовала менее крутой компьютер. Это, знаете, вот как игры. Они требуют все сильнее и сильнее компьютер или телефона и так далее. Почему? Потому что, может быть, вот этой оптимизации программисты не уделяют много внимания. Они как-то написали, и вот оно так и работает. И требует, допустим, сильного железа, хорошего процессора, там, большого количества памяти и так далее. Если мы учимся быть программистами, то нам надо, после того, как мы написали программу, попытаться сделать ее более качественной, более правильной, более грамотной такой. А более грамотной – это значит, если можно один раз закрасить окружность, то надо ее закрасить один раз, а не красить ее два раза. Сначала один раз белым цветом, а потом второй раз каким-то уже цветным цветом. Понятно это? Да. Хорошо, а как сделать так, чтобы компьютер, когда уже будет рисовать окружность, этот круг, чтобы он его закрасил один раз цветом? Команда FloodFill. Команда FloodFill нам нужна? Ну, говори, Миша. Нет, можно вместо цвета написать brush color, вот это вот случайный цвет, и он тогда будет сразу закрашивать. Да, да, и тогда сразу, когда он здесь будет рисовать, он не будет рисовать это сначала белым цветом, а потом давай-ка я перерисую это в какой-то случайный. А он сразу будет рисовать тем цветом, на который вы настроили кисть. То есть, смотрите, что надо сделать. Вместо цвета написать brush color. Да, надо написать brush точка. Это вот фил и вот этот рандом. Ну, и можно написать вот этот цветик, или вот это вот дело вот все скопировать. Сейчас у тебя цветик, он не нужен тебе. Вот ты вот завел здесь переменную, и эта команда тоже не нужна. Но если ты ее хочешь использовать, то можно завести такую переменную, цветик. Она не integer, как у тебя было сначала. Она это color. Что такое цветик? Цветик это цвет. А что такое окружность? Что такое повторюшка? А это целые числа. Вот integer это целые числа, а цветик это у нас какой-то цвет. Вот я сделал, смотрите. Brush color равняется цветик. Даже можно это сразу поставить вот после этой вот строчки. Бац. Вот. Вот у нас получается. Или можно что-то укоротить программу, удалить вот эту строчку, цветик, вверху, переменную. А вот сюда написать вот это вот все, правильно? Ну, то есть вместо цветика вот здесь, в этой строчке, brush color, написать вот это вот. Color from RGB, так? Да. Вот так. Вот. Вот так, так? Да, а цветик удалить, и вверху. И это тоже можно. И внизу флут. И внизу флут теперь не нужен. Смотрите, можно его пока отключить, а вдруг он нужен. Если сразу спешите удалять, смотрите, когда вы разрабатываете программу какую-то, то не спешите сразу все-все-все стирать, потому что вдруг вам потом понадобится это обратно вернуть. А заново печатать не хочется. Вы просто взяли, комментарий поставили, все, вот теперь эта команда флутил. Она как будто ее и нет, компьютер не будет ее выполнять. Но если мы увидим, что все хорошо, мы можем после этого и по-настоящему удалить эту строчку. Но если мы увидим, что не очень все хорошо, то может быть мы этот комментарий назад вернем, и она будет работать. Пока мы ее отключили. Получается, что мы вот здесь, первой командой внутри нашего цикла, всякий раз, вот повторюшка равна единичке, срабатывает этот brush color и потом ниже что-то срабатывает. Потом цикл начинает крутиться второй раз, повторюшка равняется двоечке. У нас опять срабатывает эта команда, но когда она второй раз уже при повторюшке равно два сработает, тут выберется какой-то другой случайный цвет. Ну и первый раз может быть желтый, а второй раз уже будет зеленый. А потом еще будет и третий, и четвертый раз и так далее. Они будут всякий раз разные. И мы цвету кисти говорим, все, кисть меняй на такую-то, допустим, на зеленую. А потом другой раз, меняй кисть на желтую, меняй кисть на красную. И когда будет рисоваться окружность, то ее внутренность будет закрашиваться кистью. А кисть мы уже вот тут вот изменили. И она уже настроилась на какой-то конкретно цвет. Давайте смотреть. Бац. Вот они рисуются. Причем даже если посмотрите, то окружности получаются ровненькие такие, красивенькие. Когда флутфиллом пользуешься, они немножко такие как... Белые. Да, такие покоцанные какие-то немножко. Порваные как будто, по треплоте. А сейчас вот абсолютно правильно. Потому что сейчас срабатывает команда Circle, круг. Она рисует круг, и сразу же внутри этого круга она рисует какой-то цвет. То есть один раз срабатывает сейчас. Флутфилл, вот он зелененький. Можно его и удалить, вы убедитесь, что он не работал. Вот. Выполним. Вот оно как работает. И эта программа сейчас работает быстрее. Она требует меньше компьютерных мощностей. Она не требует такого сильного компьютера. Почему? Потому что когда она рисует, она сейчас рисует в два раза меньше кругов. Согласны? А я... Можно еще, чтобы было еще покрасивее. Можно еще Pen Color тоже вот этот цветик поставить. Ну, взять. Сейчас получается черным цветом везде рисуется, так? Ну, этот окружный. А так точно таким же еще. Да, мы можем сделать так, чтобы и окружность была, может, немножко другим цветом. Ну, на самом деле окружность черная. Ну, ладно, пускай черным. Кажется, оно довольно красиво. Ну, вот если сейчас посмотреть, то у нас исчезла одна переменная. Когда переменная есть, это съедается память. Или, говорят, оперативная память. Вот вы знаете про телефоны, допустим. У некоторых там полтора гигабайта. У некоторых два гигабайта. У некоторых три гигабайта памяти внутри телефона. И внутри компьютеров то же самое. Когда мы переменные в нашей программке заводим, или когда вы уже пользуетесь рабочей программой, допустим, на том же телефоне, игрушку какую-то открываете, то там есть свои переменные. И эти переменные съедают эту память. И поэтому, чтобы у вас любые игры шли, какие бы там крутые игры вы не запускали, вам надо, чтобы на вашем компьютере было много памяти. Потому что в этих играх будут переменные. И эти переменные будут съедать эту память. Вот сейчас у нас в нашей программе раз, два, три, четыре переменных. Эти четыре переменных съедают, ну, четыре кусочка памяти. Когда у нас был здесь еще вот этот светик, у нас всего было пять переменных. Так, у кого-то там микрофон включен. То есть раньше программа съедала памяти немножко больше, чем вот сейчас она съедает. Мы убрали эту переменную и, получается, немножко улучшили ее. Соптимизировали, говорят, по памяти. То есть теперь у нас меньше переменных. А то, что мы немножко убрали вот этот flood fill, мы еще соптимизировали по скорости. У нас сейчас закрашивается круг не два раза, а один раз. Получается, программа работает быстрее, даже на слабеньком железе, то есть на слабом компьютере. И требует памяти она поменьше. Потому что уже переменной цветик у нас нет. Понятно, про что я сказал? Ну вот, вот это уже получается более такая, ну, настоящая, грамотная такая программа. Ну, только что я хочу сказать. Может быть, когда переменная вы выбираете, вы еще давайте им хорошее название. Ну, вот круг рисуется в случайном месте, который х, ну, координаты, и в случайной координате у. И рисуется, она говорит, не окружность, а радиус. Вот этот вот размер круга, это от радиуса зависит. Если радиус большой, то круг большой. Если радиус маленький, то круг маленький. Поэтому переменной здесь лучше было бы называть, может быть, так. Рандом, скажем, х. Рандом, скажем, у. Так часто рисуют. Вот это получается случайный х, а это случайный у. А это там еще можно написать. Рандом, то есть случайный радиус. Радиус можно буквочкой R обозначать. R, это так, в математике часто обозначают радиус. Случается, смотрите, случайный х делаем. Это вот такое число случайно. От 100 до 1300. Потом случайный у, это по вертикали отступ. Это тоже случайное число, но уже от 100 до 500. И вместо окружности мы делаем вот этот рандом R. Это случайный радиус. И тогда надо во всех этих местах, соответственно, подправить. Рандом х сюда. Рандом у сюда. Ну и рандом R это случайный радиус. Случайный х, случайный у. То есть вот это координаты центра, где будет окружность находиться. В этом месте, или в этом месте, или в этом. А это ее размер. Этой окружности. Размер называется радиусом. Ну все. Ну а если еще подкрасить немножко, то надо вот эти вот подступы сделать. Вот так. И вот. Вот получается у нас уже рабочая, считайте, программа. Допускаем, проверяем, что работает. Так. А что не так? Е не стер. Вот. Выполняем. Ну вот у нас рисуются большие и маленькие окружности разных цветов в разных местах экрана. Ну вот это уже, вот эта вот программа называется программой с оптимизированной, улучшенной. Доведенной получается до ума. Ей придан товарный вид, говорят, как знаете, перед продажей. Вот я как программист просто скажу, когда заказчик есть, ну кто-то будущий покупатель вашей программы, он платит вам деньги за то, что вы создаете, ну что вы что-то ему создаете. Может игру вы ему создаете, может там базы данных, может там еще что-то бухгалтером. Вот у Ильи Пикалова мама бухгалтер, она тоже пользуется какими-то программами. И организация, фирма там, где она работает, она покупает вот эти программистские продукты, программы. И когда тебе деньги за что-то платят, ты должен это сделать качественно. Вот эта вот программа, она уже реально качественная. Ну если бы можно было кому-то продать там заставку, то вот она уже почти готова к продаже. Эту программу, кстати, скажу сразу наперед, мы, может быть, чуть позже оформим в виде заставки. Сейчас нам надо открыть Паскаль, и в Паскале надо нажать на эту зелененькую стрелочку, вот на эту вот, которая сейчас нажата. И у нас в отдельном окошке вот здесь вот будет рисоваться это дело. Но можно сделать так, чтобы мы уже подготовили эту программу, чтобы нам не открывать Паскаль, чтобы у нас она лежала на компьютере, и чтобы у нас можно было настроить вот внутри Windows, здесь есть возможность, я сейчас не буду там лазить, в общем, выбрать фон, выбрать в том числе заставку, которая будет срабатывать, когда, допустим, вы долгое время не подходите к компьютеру. И вот эту программу можно сделать так, которую Миша нарисовал, чтобы когда вы просто какое-то время, две минуты отошли от компьютера и ничего не делаете, начинают появляться вот эти круги по всему экрану. Только мышки там пошевелили, и все, и эти круги исчезают, появляется обратно вот этот рабочий стол. Это называется разработать заставку. Ну и фактически вот здесь суть этой заставки, она уже сделана. Тут только чуть-чуть еще ее доработать, чтобы она была реально, ну, можно было ее настроить в Windows как заставку по умолчанию. Я думаю, интересно будет, да, Миша это сделать. Просто что, сейчас мы немножко другим занимаемся. Мы в будущем выберем самые интересные анимации, и я покажу вам, как сделать из этого заставку. Окей. Окей. Давайте посмотрим, что вот тут еще делается у, получается, Ярика, так? То есть с Мишей разобрались. Смотрите, мы его программу, ну, вылезали прямо, мы ее отшлифовали. Она у нас получается суперпросто. Настоящая взрослая программа, которая выполняет много всего. Рисует эти окружности случайным цветом и так далее. В ней сейчас нету лишних переменных, в ней нету лишних команд, она работает быстро. Можно попробовать улучшить чужую программу, ну, следующую, то есть уже Ярика, допустим, тоже. Сократить количество команд и сделать так, чтобы поменьше работы ненужной выполняла программа. И чтобы, опять же, все то же самое, что сейчас делается, вот сейчас открывается это поле, и тут что-то пишется, чтобы делалось все то же самое, но чтобы здесь вот у нас было поменьше строчек. Или второй вопрос, я сейчас вспомнил, прошу прощения. Миша спросил у нас, а как рисовать случайно то круги, то там прямоугольники. Все-таки доделаем Мишину, да? Миша, как ты думаешь, в твое доделаем? Ну, давай, короче, будем потихоньку вот так двигаться и думать, как улучшать программы из раза в раз, вот в среду, в следующий раз, предварительно. Смотрите, короче, когда мы говорим про случайные числа, то случайные числа вот можно выбрать в каком-то диапазоне. Вот у вас здесь вот выбирается случайное число от 100 до 1300. Кстати, Миша, скажи, а почему именно до 1300? Ну, твоя программа. Почему ты здесь написал 1300? Я не понял. Я не понял, чтобы я это число описал. Ну, случайно. Не, на самом деле тут смысл есть довольно большой. Смотрите, в каждом мониторе, вот и у ноутбуков, и у вас на компьютере, если это стоит, есть какое-то разрешение. Сколько-то точек по вертикали, вот когда я вожу сверху вниз, и сколько-то точек по горизонтали. И в большинстве компьютеров есть как минимум 1360 точек. 1360 сейчас. Раньше были еще меньше мониторы, были совсем они слабенькие, но сейчас я говорю. Вот у меня в ноутбуке как раз 1366, по-моему, или, ну, если точно, вот такое количество точек по горизонтали. А по вертикали у меня 768 точек. Если здесь вот выбрать случайное число от 100, допустим, до 2000, ну, вот написать какое-то другое число, то X, то есть вот отступ от начала экрана отсюда, вот, ну, вправо, он мог бы быть до 2000. 1500 или, там, 1900, может, получилось бы. А 1900 для моего экрана, когда у меня вот здесь 1360, последняя точка, это где-то там, там, за пределами моего экрана. И если бы выпало такое случайное число X, то я бы просто даже не увидел эту окружность, которая нарисовалась. Она бы невидимо нарисовалась туда, дальше, в продолжение вправо моего экрана, вот где-то там. Понимаете? Поэтому, чтобы она рисовалась, окружность где-то здесь, вот внутри, получается, моего окошка, надо, чтобы этот X не превышал 1360. Когда здесь стояло 1300, это как раз где-то, ну, в рамках того, что у меня нарисовано на экране. 500, получается, если у меня здесь 768 точек, 500 где-то находится вот здесь. Вот здесь вот где-то находится 500. Получается, центр окружности, а он где-то, ну, вот в этом диапазоне. Если хочется окружность еще ниже нарисовать, то можно не 500 поставить, а 700 или там 760. Давайте выпущу. Смотрите, где центр окружности. Видите, как низко она расположена. Вон они, как низко расположены. Вот она, вот она низко попала. А когда, если я верну сейчас назад и поставлю 500, то получается, по Y у нас будет не до 700, а случайное число от 100 до 500. А от 100 до 500 это где-то вот 100 где-то здесь, вот здесь 100 где-то, здесь где-то 200, здесь где-то 300, здесь где-то 400, здесь где-то 500. Вот ниже, получается, этого уровня окружность, ну, не будет рисоваться. Смотрите, я запущу. Ну вот этот уровень. Центр мы ловим. Вот центр, вот центр. Вот тут вот центров нету, вот в нижней части экрана. Ну вот тут центр есть, вот это где-то тут как раз около 500. Все они находятся по центру, где-то выше. Вот ниже окружности сейчас нету. Ну, понятно, про что я говорю? Да. Вот я поставил сейчас 760 по центру. И сейчас будут окружности низко рисоваться. Вот смотрите, это уже ниже рисуется, чем раньше рисовалось. А это вот, вот эти окружности, вот этот центр вообще в самом низу. Потому что я увеличил, возможно, Y. Ну, отступ сверху вниз. Если я совсем сделаю маленькие диапазончики 300, и здесь я сделаю тоже 300, то где окружности эти будут рисоваться? Вот тут вот, в одном этом уголке они рисуются. До 300 по X и до 300 по Y. Вот тут. Они не рисуются, получается, здесь, они не рисуются в нижней части экрана. Получается, когда здесь изначально вот с тобой стояло до 1300, это правильная, грамотная цифра, которая позволяет раскидывать эту окружность по всему вот этому экрану. От левой его части до правой части. Когда здесь стояло 500, но это не по всему экрану, это где-то там, ну, верхняя часть была покрыта. Вот еще раз сейчас запущу. Вот они уже, получается, начинают быть от скидывания визит. И тут тоже дорисуется. Вот, просто еще не дошло до этого. Хорошо. Ну, поняли вообще только, что такое случайные числа? Уже их объяснять не надо? Нет. Хорошо. Случайные числа мы поняли. Так вот, для X легко. Смотрите, нам надо, чтобы нарисовать окружность, сказать, что будет X, это центр окружности, что будет Y, то есть где будет окружность находиться, в этой точке или в этой точке, или в этой точке. И еще случайный размер. Вот мы должны указать радиус. Размер этой окружности. Может маленькая, может большая. И вот мы выбираем для этого несколько чисел. Но мы пользуемся постоянно одной и той же командой Circle. И просто передаем эти числа сюда, и получаются разные круги. В разных местах и разного размера. Если же нам все-таки надо нарисовать прямоугольник, допустим, то нам надо другую команду написать. Нам надо написать Rectangle. И у этого ректангла надо написать координаты двух противоположных вершин. Вот этого и вот этого. И получается, вот будет рисоваться прямоугольник, а это как бы диагональку мы показываем. Я раньше рассказывал уже про Rectangle. Нам надо, получается, случайно выбрать, что нарисовать. Или Circle, Circle или Rectangle. Так? Смотрите, для Circle надо указать X, Y и R. Радиус. Три числа. А для Rectangle надо указать четыре числа. Точку, где он начинается, и точку, противоположные вершины, по диагональке. И тогда нарисуется этот Rectangle. Получается, что нам этих вот чисел не хватит. Нам надо будет завести больше чисел. Вот у нас есть какой-то рандом X1, Y1. И еще у нас должны быть рандом X2, Y2. Видите, как я это сделаю. Делаю еще рандом X2, Y2. У меня, получается, будет один X, который выберется сюда и сохранится в эту переменную, и будет второй X, который сохранится в эту переменную. Это разные перемены, они по-разному называются. Один называется RANDOMX1, второй называется RANDOMX2. Конечно, нам сразу нужно будет здесь подправить. Теперь у нас нету RANDOMX, у нас есть RANDOMX1, у нас нету RANDOMY, у нас есть RANDOMY1, но кроме двух еще есть. RANDOMX2 и RANDOMY2. Вот это я объявил все переменные, которые в нашей программе будет. Вот мы пользуемся этими переменными, вот мы сюда все заносим. Смотрите, я пока временно отключаю Circle. Я ее пока отключил, она не будет рисоваться, но зато на этом месте я буду пользоваться уже другой командой, RECTANGLE. Он начинается в точке 1, который RANDOMX1, Y1, а заканчивается ректангл в точке RANDOMX2 и RANDOMY2. Все, я переписал. Вместо старой команды, которая круг рисовала, мы сейчас рисуем квадрат. Давайте посмотрим, что получается. Ну, не квадрат, прямоугольник. Вот получается другая программа модифицированная, которая ушла от кругов, перешла, получается, к прямоугольничкам. Тоже прикольно по-своему, да? Прикольно. Видно сразу, что в каких диапазонах выбираются иксы. Ну, там от 100 до 500, и там тоже от 100 до 1300. Получается окошко такое центра на экране. Хорошо. Ну, если я хочу, чтобы у меня нарисовался и круг, и квадрат, то мне надо вернуть назад вот это вот дело и сделать, чтобы рисовался круг и сделать, чтобы рисовался квадрат. Ну, давайте я вот поставлю RANDOMX1 и RANDOMY1, потому что старых переменных X и Y уже нет. У меня нарисуется сначала круг, у которого центр получается в точке первой, вот этой, которую мы случайно выбрали, и вот этим радиусом. А потом рисуется квадрат от этой точки до вот этой точки. Что получится? Ну, если сейчас присмотреться, то что получается? Смотрите, мы кисть один раз настраиваем на случайный цвет, и у нас и круг, и квадрат рисуются одинакового цвета. Или два красных, или два синих, или два зеленых. Ну, понимаете, что получается? Кисть уже как-то цвета одинаковые и круга, и... Да, да. Ну, и вообще у нас получается рисуется и то, и другое. Как я понимаю, ты, Миша, хотел, чтобы у нас рисовался, может, круг, а может, прямоугольник, но только что-то одно, так? Да, что-то одно. Да, вот давайте мы что-то одно и сделаем. Вы... Вот я сейчас езжу с Ильей постоянно утром, ну, в школу, да, и там постоянно на радио Unistar в машине просто слушаю. Есть такая программа «Монета для ответа». Я не знаю, кто из вас слушал эту программу или нет. Ну, в общем, люди там бросают решку. Орел или решка? Монетку вверх подбрасывает и смотрят, орел или решка? Если орел, то делают что-то одно, а если решка, то делают что-то другое. Это игра такая. Вот мы сейчас и сделаем эту игру. Смотрите. Компьютер умеет выбирать случайные числа. Вот именно числа. Вот это вот числа, числа. И тут числа, числа, числа. Но нам надо выбрать случайно или круг, или квадрат. Я предлагаю вот что сделать. Мы выбираем случайное число от единицы до двух. Какие это числа могут быть? От единицы до двух. Один, два. Или один, или два, так? И давайте сделаем так, что если у нас выпал один, то мы нарисуем круг. А если у нас выпало два, то мы нарисуем прямоугольник. Понимаете? Да. Вот. Давайте вот тут и выполним. Монетка давайте напишем. Смотрите, я переменную сейчас завожу. Еще одну. Монетка. Ну, в смысле, орел или решка. Ну, это тоже интеджер. Это тоже будет у нас числа. Один или два. Интеджер. Так. И что я хочу написать? До того, как рисовать или круг, или прямоугольник, я сейчас, получается, пишу монетка. Поравняется. Ну, как мне сделать, чтобы тут было или единичка, или двоечка? Подсказывайте. Рандом от одного до двух. Да. Всего только маленький диапазончик от единицы до двух. Когда сработает вот эта команда, то в монетку будет то единичка, то двоечка, то единичка, то двоечка. В общем, мы даже сами не знаем, что, но компьютер сам выберет или единичку, или двоечку. И теперь нам надо вот здесь, чтобы не так было написано, ну, что рисуй и круг, а после круга рисуй прямоугольник. А чтобы он посмотрел на монетку. Если монетка это единичка, то давайте будем круг, а если монетка это двоечка, то давайте будем прямоугольник. Так? А вот это если, мы когда-то с вами уже пробовали, я показывал это дело в самых первых уроках. Это if. Помните, if с английского даже переводится? Если. Если. пишу монетка равняется единице, то надо сказать, что ему надо делать. Ну, давайте будем рисовать круг. Смотрите, я скопирую сейчас еще раз вот так вот и ставлю сюда. Что мне надо подправить здесь, во второй строчке, вот где я стою? Вместо единицы двойку. Да. А если получается монетка равна двоечке, то рисуй вот это. Видите, что получается? Если монетка будет единице, после того, как она выбрана, то если единица, то вот будет сработано это. А если двоечка, то тогда сработает вот это. Давайте смотреть, что получается. Ну, видите, уже рисуется случайным цветом что-то одно. Круг, круг, квадрат, круг, круг, квадрат. Ну, прямоугольник точнее. Ну, уже сейчас не круг и прямоугольник, а случайным, ну, что-то одно. Вот прикольно. Это то, что ты хотел, Миша? Да. Ну, вот видите. Если хочется, можно сделать не прямоугольники, а квадраты. Ну, кстати, как квадрат сделать? Вот если мы хотим квадрат нарисовать, а не прямоугольник. Давайте сделаем монетку от единицы до трех. Посмотрите, я ставлю до единицы, до трех. Значит, в монетку будет попадать один, два или три. Один мы рисуем, получается, кружок. Два мы рисуем прямоугольник. Он, в общем случае, неровный. Может быть, узкий, вытянутый вправо, может быть, наоборот, вверх, снизу, вверх, вытянутый. А если у нас троечка, то мы нарисуем квадрат. Посмотрите, если монетка равняется, получаются уже теперь тройки. Тройки. То надо нарисовать квадрат. А как квадрат нарисовать? Кто подскажет? У квадрата одинаковые стороны. Ну, я посмотрю. Надо, чтобы рандом один, ну, 1, x1 и короче, надо, чтобы все стороны были равны. Да, надо. Так это надо, чтобы вот эти координаты получаются, x2 1, рандом x1, рандом x1 равно рандом x1. Не, ну так тогда одна точка получится. Смотри, если я так нарисую. Ну, значит, рандом если я так нарисую, то у меня получается там, где начинается прямоугольник, эта точка и по диагонали вторая точка, они одинаковые. У меня получается от точки до той же самой точки надо дойти. Ну, вот посмотрите, что получится. Если сейчас внимательно смотреться, я не знаю, увидим ли мы на этом экране эту одну пикселену какую-то. Мы просто не видим. Она настолько мелкая, что просто ну и незаметно. У нас не получается квадратика. Смотрите, что мы можем сделать. Вот у нас еще есть рандом r. Мы его используем для круга. Это размер этого круга. Так? Давайте мы этот рандом r, когда нам выпал квадратик нарисовать, будем использовать. Что я предлагаю сделать? Вот у нас есть x, y и какой-то размер. Рандом r. Я напишу вот такую команду, вот такую формулу. Рандом x1 плюс рандом r и рандом y1 плюс рандом r. Я прибавляю одно и то же число. Вот сюда. Смотрите, допустим, у меня выпало 100-100. Вот здесь вот. 100-100. А рандом r, допустим, выпало 50. У меня будет 100-100. А здесь что будет? Здесь будет... Вот здесь. Будет код. Не, ну чему будет равно вот это, если у меня рандом r50? 150. Ну, 100 прибавится 50. И это тоже будет 150. Получается, от 100-100 до 150-150 получается одинаковые стороны, одинаковое расстояние. Надо сместиться вправо и надо сместиться вниз. Ну, понимаете, нет? Да. Смотрите, пусть x равно 100 и y равно 200 и рандом r равно тоже 100. Тогда у нас начинается в точке 100-200. А здесь какая точка будет вторая? Тут 100-200 и радиус 100. Тогда эта точка какая будет? 130. Нет. Рандом r я сказал 100. Получается, 100 плюс 100 200 и тут 200 плюс 100 300. Получается, у нас рисуется прямоугольник от точки 100-200 до точки 200-300. Если вы сейчас возьмете пайм, откройте, постарайтесь там нарисовать именно так, как я сказал. Посмотрите, открываете пайм и рисуете прямоугольник. Вот здесь снизу эти точки написаны. От точки 100-200 находится примерно где-то она вот тут находится примерно 100-200 и ведете ее до точки 200-300. Где-то у нас точка 200-300 находится. Точка 200 а 300 это немножко низ. Вот примерно 200-300 199 302. прямой квадратик получается. Да. То есть когда мы получается к этим иксам и игрекам которые были первой точкой заданного добавляем точно такое же одинаковое число одинаковое к иксу и одинаковое к игреку то мы делаем одинаковые стороны. У нас получается не просто кривой прямоугольник когда по игрекам много прибавилось а по иксам мало. Получается ровненький прямоугольник и по иксам и по игрекам добавлено одно и то же значение. Одинаковая сторона вот это получается сторона ну этого размера этого прямоугольника. Понятно? Давайте запускать проверять. Вот у нас сейчас выбирается случайное число от единицы до трех и вот у нас в разных случаях рисуются то квадраты то просто кривые прямоугольники то окружности. Вот смотрите один квадратик есть. Вот тут наверное был второй квадратик. Вот получается зеленый еще один квадратик. Вот еще один квадратик. У нас есть и такие неровные и ровные. Ну понимаете? Вот опять нарисовался квадратик. Вот получается у нас сейчас уже рисуется три разных фигуры на этом самом. А там еще есть другие команды которые рисуют сектора окружности такая неполная окружность такая ну половинка или четвертинка ее. Есть еще другие всякие команды. Если ты захочешь поиграться то можешь попробовать еще разнообразить это все дело. Во-первых ты будешь выиграть или до четырех или до пяти и надо еще пару ифов написать которые будут рисовать соответственно какие-то другие фигуры. Вот такие вот уже начинают программки получаться. Я хочу сказать что это уже не так и плохо. Это уже даже интересно начинает быть. Конечно программистами крутыми не становятся буквально за два-три занятия. Но я думаю что уже для того небольшого количества занятий которые у нас прошли вот эти вещи делать это уже хорошо. Ну а Ярик спешит игры писать настоящие серьезные допустим там ну что он там по этим платформочкам. Мы к этому всему придем. Другое дело что постепенно надо сделать постепенно вот мы сегодня иф повторили вот мы с рандомами разобрались вот мы графику учимся рисовать вот мы задержки ставим циклами пользуемся попеременное поговорили ну и так далее уроков через 15 давайте настоящее все давайте на сегодня хватит вам задание такое попробуйте или еще что-то написать где постарайтесь использовать рандомы циклы обязательно вот надо этим учиться пользоваться всем или что-то еще или дописать свое допустим Илья ты делал этот закат вот я тебе сказал а попробуй сделать так чтобы когда садится солнце у тебя темнело допустим а попробуй сделать так чтобы солнце село через некоторое время оно встало потом опять село потом опять встало потом опять село чтобы цикл это все закрутил чтобы так у тебя было не хочешь это делать делай что-нибудь другое надо просто набить руку немножко научиться всем этим делом пользоваться раньше чем вы будете готовы мы дальше вперед не перейдем а если будете дома делать домашнее задание то будете готовы к тому чтобы я рассказывал какие-то другие более сложные вещи хорошо хорошо ну все тогда на сегодня до свидания до свидания до свидания